Можно было почувствовать легкую вибрацию, которой раньше не было. И потом все вздохнули. Слава Богу, мы идем. Такое облегчение. Опасаясь столкновения с другими судами, капитан Фридрих Петерсен принял роковое решение идти с включенными огнями. Густвлов, несомненно, был ни на что негоден. Он не мог выдавить больше 12 узлов. Он был плохо оснащен. Он простоял в порту 5 лет и был ужасно перегружен. В окружающей темноте советская субмарина С-13 обшаривала залив в Данциге под командованием капитана Александра Маринеско. Его первый помощник заметил свет Вильгельма Густвлафа, но подумал, что это маяк. Немецкий лайнер мог проскользнуть, но капитан Маринеско знал его карту. Он отдал приказ приготовиться, и затем они зарядили торпеды и начали маневрировать. На Густвлафе, те, кто думал, что они убежали от русских, устраивались на ночь. На Густвлафе не было плотника, но каюта была свободна. Там я и спал со своей мамой. Эва Ротшильд работала в лазарете. Я была в лазарете. Он был прямо под капитанским мостиком. Почему ты была в лазарете? Я ходила в поисках работы, потому что я не из тех, кто болтается без дела. Потому что все дети были с обморожениями. В ту темную ночь посреди зимы советская субмарина была готова нанести удар. Ныряльщик со стажем, фотограф и исследователь. Ли Бишоп исследовал холодное Балтийское море, чтобы записать историю Вильгельма Густвлафа. Был январь, было темно, температура была минус 18. Страшная судьба ожидала немецкий лайнер с 10 тысячами пассажирами на борту. С криком «За Россию! За Сталина!» со советских людей Маринеско выпустил залпом три торпеды. Это же было сделано и артиллерийскими войсками во время обстрела немецкой цели, и красными военно-морскими силами. В тот момент на обреченном Густвлафе добровольный работник в лазарете Эвер Отшильд расспрашивала о вражеских субмаринах. Проходили роды. Вошел доктор и сказал, не волнуйся больше, мы на три четверти часа опережаем русские торпеды. Я сказала, чудесно. Потом зашла медсестра и сказала, доктор, показалась головка. В тот момент ударила первая торпеда. Первая ударила рядом с носом. Вторая — ближе к центру корабля. Это было жуткое зрелище, особенно в зоне бассейна, где было размещено много женщин, в том числе беременных и раненых, так как считалось, что для них это будет самым удобным и безопасным местом. Но из-за взрыва разлетелась куча осколков, которые буквально порезали людей на куски. Очень немногим удалось выбраться оттуда живыми. Большая часть членов команды, способных управлять спасательными лодками, оказалась в ловушке под палубой. Мы вернулись, очень быстро сложили свои вещи. Мы прошли к сходному трапу, а оттуда попали на палубу. И там я увидел, что лодки были на один ярус выше нас. При таком холоде было большой удачей найти непримёрзшую лодку. И мы пробились к одной из таких лодок, поднявшись по лестнице. Там сидели люди, и мы тоже хотели залезть. Но они сказали, нет, лодка будет опущена. Мы ещё раз остановимся. И мы снова спустились по этой маленькой лестнице на палубу. И лодка действительно остановилась, и мы смогли в неё сесть. Эверотшильд тоже повезло. И тогда один из морских пехотинцев сказал мне, «А теперь, девочка, твоя очередь. Теперь ты залезай». И он посадил меня в одну из лодок. Прошёл час, прежде чем Гуслав исчез. Картины бойни на его палубах будут преследовать тех, кто рискнул посетить палубы спустя полвека. Для организации экспедиции всегда нужно официальное одобрение. Целью нашей экспедиции было фотографировать и документировать произошедшее. Один раз я заглянул внутрь. Я направил свой свет вниз по коридору и вспомнил об одном прочитанном мною случае, рассказанном одним из матросов. Он помогал со спасательными работами внутри корабля и услышал выстрелы. Он пробился к дверям каюты, очень похожей на те, что я увидел на палубе. А в каюте был капитан нацистской подлодки с дымящимся пистолетом. Его жена и дочь были мертвы, а маленький мальчик цеплялся за его ноги. Он сказал матросу, «Закрой дверь и дай мне закончить». Сталкиваясь со своими ночными кошмарами, последние выжившие свидетели приближаются к месту кораблекрушения, и на них нахлынули воспоминания о последних мгновениях кончины Гуслофа. Это случилось вскоре после того, как рассеялись облака, и выглянула Луна. Почти как в кино. Луна, струящийся свет. А в следующий момент мы были подняты волной, и я видел, как тонет Гуслоф. И там раздался крик, который я помню из всех криков, что издавали люди в воде и на тонувшем корабле. Этот крик все еще звенит у меня в ушах. Я его слышу. Столько вещей, о которых я помню, которые я до сих пор вижу. Отвечая на сигнал СОС, спасательные лодки обнаружили выживших. Правда, совсем немного. Данные расходятся, но считается, что на этом корабле погибли около 9 тысяч солдат, моряков, женщин и детей. Ко мне обратился Красный Крест и спросил про моих товарищей, знала ли я, где они. Но мои подруги, им не удалось спастись. Артур Крон, будущий отчим Хейнриха Карелла, так же пропал. Мы больше его не видели. Моя мама сохраняла надежду. Она была о нем высокого мнения. О, у него получится, он знает, что делать. Будучи когда-то флагманским кораблем гитлеровской рабочей силы, Вильгельм Густлов, как и нацистский рейх, потонул с умопомрачительными потерями. На корабле было около 10 тысяч человек, и лишь один из десяти вернулся. Спустя полвека после самой страшной и наименее известной морской катастрофы последние выжившие возвращаются на место происшествия. Под руководством признанного исследователя кораблекрушений Боба Балларда, нашедшего обломки Титаника и линкора Бисмарка. Внизу покоятся останки Вильгельма Густлафа. Массовое захоронение 9 тысяч немцев, которые в 1945 году думали, что убежали от русских. Используя усовершенствованную версию радиоуправляемой камеры, используемой для поиска Титаника, Боб Баллард дает указание спустить на воду радиоуправляемую машину. На глубине 50 метров радиоуправляемая машина находит доказательства забытой миром катастрофы. Когда радиоуправляемая камера направляется к обломкам, многоговорящие образы появляются со дна Балтийского моря. Я думаю, надо направо. Вот ограждение. Т Negриокирует, налоговleben, проходом, треиетные гидрофы. В следующий год Такой опыт ходит.